Мы полностью переоснащаемся с точки зрения всех видов компьютерной техники на сегодняшний день. За последние 10 лет очень много сделано на самом деле, но все это, сами видите, техника меняется, там каждые полгода что-то новое выходит постоянно, вот наша задача просто процесс до конца компьютеризировать, то есть, ну, чтобы вся информация по внутри заводской сети проходила, ну, как-то в двух словах это заключается так, у тебя задал технолог задачу, он по сети, он перешел на лазер, лазер себе это в программу принял, пришел со соответственным штрих-кодом пакет, он его снял, все, камень закрепил, пошел, он пошел в обработку, то есть, максимально она автоматизирована будет, вот, ну, это как бы вот из таких задач, из производственных, а из рыночных амбиций. А из рыночных задач у нас сейчас это полностью, не полностью, а максимально возможно залезть на африканский рынок, сырьевой, в связи с тем, что глобальные изменения происходят в Дебирс, фактически они уходят из Лондона и перемещаются, так сказать, в Африку, и мы являемся, собственно, клиентами Дебирс, нам необходимо расширять, как бы, Дебирс и Дебирс, все-таки это отдельная, как бы, структура, в Африке на сегодняшний день идет построение собственной системы с бытовой и собственной системы отношения, так сказать, к своим сырьевым ресурсам, то есть, я немножко, так сказать, из племен вышли, глаза открыли, ну, нифига себе, а что это все живут за счет наших сырьевых ресурсов, а мы, извиняюсь, как жили в этом племенах, так я все на камеру смотрю, так и живем, так сказать. Поэтому, на самом деле, сегодняшняя задача, вот, у нас идет освоение Бацваны, Бацваны это рынок вообще, это по добыче, это маленькая страна, на самом деле, 2 миллиона населения, но она добывает больше, чем Россия, поэтому наша задача на сегодняшний день максимально влезть, как бы, в африканский рынок из глобальных таких вещей. Ну, и с точки зрения сбыта своей продукции, конечно, расширять ее максимально, максимально расширять ее по всем направлениям. В принципе, у нас сеть наша, она охватывает практически весь мир, мы, единственное, где не присутствуем, это в Латинской Америке, в Африке, в той же, ну, там смысла нет, сами понимаете, там рынка такого нету, вот, а так практически везде, то есть от Японии до Соединенных Штатов практически весь мир, как бы, охватен. Вот, и из таких больших глобальных задач, конечно, я бы назвал, это создание ювелирного русского бренда, который необходимо на рынок глобальный продвигать, потому что его на рынке нету. Существовал он, как бы, всегда, знаете, что такое, Фаберже, наверное, да, это чисто, так сказать, русский бренд, который ушел из России, где-то болтался, непонятно, там, Виксельберг сейчас вот там выкупил, ну, как игрушку положил себе в карман, он там лежит, в общем-то, и он в таком состоянии. То, что бренд вот сейчас идет у нас там свои ювелирные смоленские бриллианты, но он очень локальный бренд, вы понимаете, он такой для России, для России, то я не могу, так сказать, сказать, что он очень там эффективен. Вот, поэтому у нас задача создать, мы в свое время в Америке, кстати, этим занимались достаточно, как бы, успешно, и бренд Crystal, Crystal Diamonds of Russia, как бы, шел слоган под этим брендом, он принимался очень хорошо, на самом деле, но, понимаете, в американском рынке работать крайне тяжело, я уже сказал, и без такой глобальной просто поддержки, которую это должен тратить на маркетинг, на продвижение, на рекламу, там, ну, крайне сложно. Больший день, ну, просто, у нас проект просто, он неэффективным, в конце концов, становился, поэтому здесь надо было поддержку, как бы, со стороны компании, опять же, добывающей, чтобы вот этот комплексно сделать, поэтому из таких планов у нас все-таки до конца еще раз эту программу, сейчас мы ее опять заново, так сказать, реанимируем, разрабатываем, донести ее до руководства компании, для того, чтобы создать, как бы, вот это, тогда это все будет по цепочке работать, потому что он, товар очень эмоциональный, и явно выигрывает, естественно, русский, там, алмаз, русский бриллиант, он явно выигрывает, по сравнению с тем же африканским фильмом, я не знаю, «Кровавый алмаз», смотрели, наверное, если не смотрели, а это очень так негативно влияет, как бы, все понимают, что, вот, я, там, алмазы, там, где-то, где-то в Африке какой-то, какие-то дети, там, бедные какие-то, там, убийства постоянно из-за этого, войны из-за этого постоянно идут, а здесь им, пожалуйста, вообще, у нас ни убийств, ни войн, никаких нет, у нас там не живет никто, у нас замороженная земля, там, вообще, там, оттуда все добывается, из чистой, вообще, природы, пожалуйста, вытащили, там, целая программа была разработана, о том, что у тебя, ты берешь свое изделие, у тебя персональный номер, ты заходишь на специальный сайт, нажимаешь, набираешь свой номер, тебе показано, вот, смотрите, вон, ваше изделие сделано, вот, таким-то, там, ювелиром, оно сделано, огранщик, там, такой-то гранил, вот, он сидит, он ему, там, рукой машет, вот, тебе, добыт он вот здесь, вот, вот, из этого, из этой шахты, вот, земля, там, кто не был, был, не был в Якутии, это на Африке такая, вообще, громадная, абсолютно, вообще, безлюдная территория, и вообще, замороженная, абсолютно, в общем-то, к сожалению, с такими же людьми замороженная, вот, и, на самом деле, вот этот, он работает, знаете, и он нажимает, вот, нифига себе, как у меня все здорово, какой-то прям, для Америки это убийственная вещь, на самом деле, но она стоит больших денег, прозрачность, она стоит больших денег, на самом деле, просто, сходу даже, чтобы туда войти, мы оцениваем где-то, это только нам где-то, на рекламную кампанию надо миллионов, пять долларов в ходу воткнуть туда, понимаете, чтобы продавать, пока не знаю даже сколько, так сказать, сложно оценить, сколько ты сможешь сходу там продавать сразу, поэтому к этому надо подготовиться, к этому надо соответствующую продукцию иметь, на соответствующую линейку, мы все-таки на ювелирном рынке, очень небольшое время, хотя тут компания, где-то, лет 7-8, она существует, но очень небольшое время для того, чтобы понять вообще все тенденции, и технологические, в том числе и технические, и продвиженческие, и так далее, потому что многие говорят, а мы там продаем лучшие, мы продаем лучшие изделия, там, в конце концов, а мы-то знаем, там, изначально, что у них там поставщики исключительно индийские компании, там, что ты там хорошего продаешь, ну, а есть такие бренды, которые, вот, четко, так сказать, себя блюдут, такие, как Тиффани, допустим, как Гарри Винстон, допустим, такой бренд есть, такой, знаменитый, у нас с Гарри Винстоном вообще прямой контракт заключен, где-то там, на сегодняшний день уже около миллионов, в пятнадцати, наверное, в год они покупают напрямую, бренды, которые себя ценят, они покупают товар хорошего качества, естественно, то есть, и за счет этого, собственно, себя позиционируют, вот, в России таких брендов нет. Потому что нет рынка, по сути. Ну, на рынок есть, но настолько сложно все это тут организовано, тут все через одно место сделано, к сожалению, с законодательной точки зрения, с помощью этого НДСа, который не помогает, а портит только все, поэтому, ну, сложно убедить тех же, так сказать, чиновников в том, что вы этот НДС переместите на конечную, как во всем мире сделанную, да, НДС наступает на моменте покупки работы, купли-продажи. Вон, смысл, налог на добавленную стоимость образуется где? Она образуется в магазине, в конце концов. А зачем у нас все цепочки, всех довите? Зачем кредиту, зачем всем? Удобно, конечно, потому что ты кредитуешь государство все время. Ты все время кредитуешь государство, ну, зачем? Вот мы все время кредитуем государство. Вот нам, вот, в связи с учетом того, что мы экспортное предприятие, нам государство все время больше миллиарда должно, все время. Это вот постоянный баланс у нас. Все время должно нам государство больше миллиарда. В виде НДС одного же самого. Мы им спрашиваем, зачем экспортного дали. И вот вопрос, зачем, никто не может ответить на самом деле. Потому что денег не хватает, поэтому нам... Денег там хватает. На что не используется вопрос другой. Денег не хватает. Денег хватает. Просто их, естественно, использовать соответствующим образом надо. Ну и отдельно темно отдельного разговора. Время, время всем работать, вам работать. Максим Ильич, буквально завершающий вопрос. Вот, чтобы мы вышли с некой рекомендацией. Три навыка менеджера Ашкадова, который можно принять каждому из нас. Хороший вопрос. Надо сходу подумать. Но, во-первых, я бы так сказал. Во-первых, не бойтесь разговаривать с людьми, в первую очередь. Не бойтесь людей. Наверное, это первое. Потому что скайп скайпом, почта почтой, живу вообще ничего не заменит. Но смело идти, добиваться разговоров, переговоров с первым руководителем убеждать. Тогда все будет совсем другая реакция получится, понимаете. Потом, второе, это, наверное, я бы сказал, все-таки это стараться подбирать себе команду единомышленников, людей, которым... Это очень сложно, поверьте, собрать нормальную команду. Это очень сложно, потому что... Это путь... Настолько путь проб и ошибок, я даже просто не хочу верить, сколько в свое время и я с этим сталкивался, и сколько вообще мы все вместе сталкивались, с тем, пока мы не собрали достаточно рабочую международную команду, которая, в общем-то, как часы сейчас работает, и это с полуслова друг друга понимает. И сколько денег было из-за этого потеряно, даже вообще не хочется вспоминать, на самом деле. Поэтому, конечно, это вот этот тщательный подбор и отбор как бы своей команды. Ну и третье, даже сейчас сложно сразу сказать. У меня есть принцип один, понимаете, он же, наверное, один из другого вытекает. Принцип, который я, вот, скажем, как в менеджерской работе использую. Я не мешаю людям работать, на самом деле. Понимаете, есть руководители, которых я называю лан-мен-шоу, которые вот-вот... Он не может, он должен показать, что он все время, что он, я босс, я руководитель. Постоянно проводит совещания, он постоянно людям не дает работать, короче говоря. Потому что ему надо... Я сам, кстати, поработал в такой среде и понимаю, что от этого один вред. Поэтому, кроме самообучения и саморазвития постоянного, ты должен уметь работать самостоятельно, не забывать, каким бы ты там руководителем не был. А для этого ты должен не мешать работать в своей команде. Наверное, вот в этих словах, наверное, я основные принципы и сформулировал бы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...